Моя родина Сибири необъятно велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Так, кажется, у нас гости. Здравствуйте! Здравствуйте! Так, мы знакомы? Ага, с Волочиной. Я-то вас знал. Ага, уже хорошо. Так, камеру включил, ничего? Да ничего. Это женщины, мы не накрашенные, начинается. Я тоже. Не накрашенные? Так, ладно. Откуда вы? С Черногорска. В Черногорске могила моего отца. Я помню, вы говорили, я уже был у вас. А, вы были, да? Угу. Так, понятно. И очень, это раз, жесткий климат. Очень. Для меня Черногорск это почти степень. Да, там так и есть. Ну, вы отчаянный человек. У вас возможно такое, что-то вроде микроклимата. Помните, как я учу? Тепловая подушка, севера забор высокий, с юга дом, который обогревает. Или наоборот? Дальше на участке, там, как правило, заборы запрещены капитально. Как это запрещены? Ну, не строят их там. Это на Украине. На Украине не строят, потому что у них нет леса. У них не строят, у нас в этом СНТ не строят противопожарные безопасности. Так, странно. Первый раз слышу. Это я-то. Не, ну, как правило, капитальных там основательных нет. Так, я не хочу вам сильно мешать. Давайте так. Бельфер Китайка. Кстати, бельфер Китайку, бельфер Китайку, если останется у вас минутка, я заведу, хоть угощу, хоть на том у нас участке. Там на дереве еще висит несколько. Угощу этим чудом. Води против? Перед самым отъездом, ладно? Это будет гонорар за съемку. Хорошо? Так. Там, Сережа, последнюю грушу. Декабшику? Нет, декабшика нет. Осенняя московская. Тебя положил, попробуешь. На том участке первый урожай четыре штучки. Надо оценить, пойдет Польшую Лигу или не пойдет. Нет, она хорошая. Но я знаю, что хорошая. Мы сейчас угощались у моего соседа. Растет сорт непонятный. 30 лет назад я ему посадил деревья. А вот этих соседей давно живых нет. Прошло еще 20 лет и забили калитку. Я смотрю, слюни текут, а там вот такие вот груши висят. Мною посажены. И вдруг чудо. Вот такой же склон. И одна катилась-катилась. И ямка, которую прорыли эти собаки. Не ямка, а проход. Под сеткой рабицы. И она взяла и закатилась на нашу территорию. Мы ее разрезали на четыре части. Попробовали. Слаще не бывает. Сорт не знаю. Ну, хоть ты плачь. Это я вам жалуюсь, как коллеги. И земляку, кстати. Еще раз говорю, мой отец похоронен на вашем кладбище. В Черногорке. Его раньше знали? Железово. Я сам не... Не в Черногорске. Ну, ладно. Ладно, ладно. Так, теперь вы просто ждете... Или чего? Договорим. Продолжим. Не-не, я сам процесс хочу застать. Вот уже бельфор увидел. Так. Угощу вас. Это, знаете, фирменное отличие. И почти единственное в стране. Угощают, а потом продают. Вот. Сейчас это... Что следующее будет? Груша. Груша. Груш у нас хороших нет. Серега, признайся. У нас только великолепная, отличная груша. Так, я по грушам сейчас вкратце расскажу. Есть лада... Да вон она, берите ладу. Ой, Сережа, можно я вмешаюсь? На правах, на правах патриарха. Значит, лада, это примерно то же самое. Знаете аналогия? Вы слышали про автомобиль лада? Слышали? Так вот, автомобиль лада в свое время был идеал для нас, россиян. Предназначен для наших дорог, для наших морозов. Вот у меня сейчас Рено, та же лада, с Рено, двигатель. Она-то минус 30, она не едет. Стоит. Ну, так вот, лада, что автомобиль, что это, это для нас, северян, северковый исключительный случай. Предельное урожай, абсолютно сладкое. Здесь уже порядка 40 лет. Я сам ее испытывал на первых деревьях. Ну ладно, вру, 35. Вот. Для Черногорска, Абакана, Минусинска, это самый идеальный сорт. Другой какой-то пропустит урожай, а это каждый год. А она в горшке, видели? Вот. Вот так вот. Так. Значит, надеюсь, помог. Потому что я бы начал пересчитывать в любом списке на север, в 100 км севере, уже надо выбирать адаптированное. 35 лет провозил со сладой. Приехали бы месяцем назад. Вы подходите к дереву, е-мое, дерево не видно из-за груши, из-за плодов. Ну, сейчас уже ни одной нету. Вот. Потом он делает сам обрезку. Вот. И у вас получится идеальная приживаемость. Тем более, сейчас хорошие деревчики стоят. Ну, поливать все равно надо. Вот, если такого... А? В палатах был, говорю. Дождей нет. Да, ну, что делать. Нет дождей. Есть эта лейка. Так, и ничего тут прятать нет. Ага, пусть копает. Иди сюда, я вас сейчас грушкой угощу. Память Яковлева. Уже последнюю, уже по одной угощаю. И остались самые неказистые. Но удивлю вкусом. Самые неказистые остались. Так. Еще крепко держится. Оно может показаться твердовато. Попробуйте. На самом деле, они в три раза крупнее. Это просто остатки булоросков. Попробуйте. 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 Продолжение следует...